Привет, друзья! Сегодня в наших уроках небольшое отступление на кулинарную телу. Будем готовить вареную копченую колбасу из мяса и сала вьетнамских поросят. Для этого нам понадобится, в моем случае, 5 килограмм мяса и килограмм сала. На этот объем берем 20 грамм соли на килограмм мяса обычной соли. То есть получилось на 5 килограмм мяса 100 грамм соли. К обычной соли добавляем к данному объему 3,3 грамма нитритной соли. То есть соотношение 1 к 30. На 100 грамм 3,3 грамма нитритной соли. Мясо нарезаем. Мясо должно быть не свежее, то есть не парное, сутки. От суток до трех оно должно пролежать, созреть. После чего засоливаем. Я уже засолил, вчера посолил. И на сутки помещаем в холодильник. Вот сутки после посолки у меня уже прошли. Сейчас будем пропускать мясо и сало. Сало в морозилку необходимо поместить на некоторое время, чтобы оно было более твердо, так будет легче резаться и пропускаться через мясорубку. В итоге у нас получается всего 6 килограмм фарша, который мы используем для колбасок. Сейчас все пропустим через мясорубку. Получается примерно вот так. Конечно, можно сделать более красивее, нарезать мясо мелкими кусочками, часть пропустить через мясорубку. Будет просто выглядеть покрасивее немножко колбаса. Но для первого раза, я думаю, легче всего, проще и безошибочно сделать все через мясорубку. Тем более, что кулинарного шприца у меня нет. Все равно придется все пропускать и набивать колбаски через мясорубку. Итак, друзья, у нас получилось 6 килограмм фарша, килограмм сала, 5 килограмм мяса. Вот так это выглядит после мясорубки. Фарш у нас уже соленый, как я сказал раньше. Теперь настала очередь добавить в фарш специй. Специи мы положим классический. Перец красный, чеснок молотый, перец черный молотый. Но перец красный также молотый. Положим специи в небольшом количестве, где-то по пол чайной ложечки на весь этот объем каждой специи. Конечно же, вы можете положить по своему вкусу. Но я думаю, что пол чайной ложечки будет достаточно. После того, как положим все специи, необходимо будет все очень тщательно перемешать. Это будет длиться, так как я буду делать руками. Можно, конечно же, сделать и по миксерам что-нибудь. Так как руками буду делать, это будет длиться минут 20, а то и больше. До блюзовых волокон однородных нужно все мешать будет. Вот таким вот образом. Мешаем, как бы отжимаем. Фактически как белью раньше стираем. Вот таким вот образом и все. Переворачиваем, нажимаем, смешиваем. Вот так вот. Работаем легкое и не быстрое. Миксера у меня здесь в деревне нет, поэтому все ручками. В общем, оболочки разрезаем на 40 сантиметров, 30 кому какие удобны колбаски. У меня оболочки 45 миллиметров в толщину коллагеновые. Потом надеваем на мясорубку один конец. Вот так. Второй конец рукой зажимаем и держим. Второй человек у нас включает мясорубку и потихонечку проталкивает мясо. Старайтесь соблюдать плотность более-менее приемлемую, чтобы не было воздушных пузырьков. Потом с двух сторон завязываем веревочкой. С одной стороны веревочку делаем подлиннее, чтобы можно было в коптильне повесить. И вот так потихонечку, постепенно, не торопясь, набиваем колбаску. Главное во время набивки, как я уже сказал, это создать нормальную плотность, чтобы не было пузырьков с воздухом. Если они появляются, потом просматривайте колбаски и прокалываем их. Также перед варкой и копчением колбаски желательно проколоть чем-нибудь, типа зубочистки, чтобы она не помопала. Просто если в ней создастся лишнее давление, то она выпустит, как говорится, пар. Потом конец колбаски перевязываем ниточкой вот здесь. Можно перевязывать сразу, но мне кажется так удобнее. Можно спрессовать, если где-то что-то не получилось и лишний раз не перевязывать. Один готов, конец. Берем второй конец. Немножко поправляем фаршик, если там где-то торчит. Потом вот так вот натягиваем все и получается такая вот колбаска, завязываем. Ну вот, вот такой, друзья, у нас получился результат. Девять колбасок побольше, а две поменьше. Ну так, довольно плотненькие. Сейчас их подвешиваем, где-то на часок они немножко отвесятся. На конце делаем петельку для коктильной сразу. А вот отвесятся, немножко уплотняться. Потом будем их отваривать. Отваривать будем в духовке паром, где-то в районе часа. Ну сейчас подвешиваем. Выглядит это примерно так. В районе часа, может даже полтора-два, она немножко подсохнет, колбаска уплотнится. Если со стороны, где она вверху привязана, появится некоторая пустота, то просто ниточку подтянем. Ну что ж, колбаски у нас сейчас повисели, подсохли. Теперь вот так вот. Ножим их на противень, на решетку, вернее в духовочку. Ставим на, где-то на 80-90 градусов. На 20 минут подсушим. До предварителя колбаски необходимо зубочисткой или иголочкой проткнуть штучек. 10-12 дырочек на каждый сделать. Значит, после того, как у нас 20 минут духовочки постояли на противне, прогрелись колбаски, в нижний противень вот заливаем водичку, видно, да? Сверху ложим колбаску. Делаем температуру где-то 80 градусов и на час. На час все это варить, пропаривать, оставляем. Ну что ж, друзья, прошел час. Колбаски сварились, пропарились. Выглядят они приблизительно вот так. Видите, немножко подсохли, подрумянились. Сейчас мы их вынимаем и где-то на полчасика, на часик вывешиваем при комнатной температуре немножко просохнуть. После этого пойдем коптить. Да, друзья, копчу я все вот в такой вот обычной коптилке. 200-литровая бочечка на кирпичиках, но целая, ни в коем случае не пропилим на дырки крышка. Крышка спылена. Вниз насыпаем опилочки, сахара столовую ложку, чтобы свет был красивый, коричневый. Поддончик для сбора жира делаем. Арматуру или какие-нибудь железки вложим, на них вешаем рыбку, колбаску, что угодно. Сверху плотненько закрываем фуфайки какой-нибудь старой или мешковиной, чтобы, не дай бог, кислород не попал в бочку, иначе опилки будут не тлеть, а загорят, и у вас будет не скопиться, а просто сгорит. Ну что, друзья, процесс копчения запущен. К сожалению, мы подверглись нашествию внезапной темноты. Ну что, север, 4 уже темно, никуда не деться. Ну, 40 минут, я думаю, покоптятся колбаски. Достаточно, тоже чересчур долго не стоит. Они и так уже сварились, можно кушать, я думаю. Так что, вот так вот. А колбаски будут вкусные. Ну что, ребят, процесс копчения у нас запущен. Дымок пошел, колбаска скворчит. Я думаю, минут 40 нам будет достаточно. Через 40 минут откроем фуфайку и посмотрим, как у нас там все красиво и вкусненько выглядит. И даже попробуем. Вот так. Ну, огонь, огонь просто чудесный, завораживает. На огонь, как говорят, можно смотреть вечно. Ну, и вот, друзья, результат нашей работы. Практически целый день мы провозились. Ну, я думаю, игра стоила свечу. Вот такие вот красивые колбаски у нас получились. сейчас они повисят у нас. Обсохнут, немножко стекут, остынут. И мы одно из них продегустируем. А остальные будут еще висеть всю ночь и только к утру они созреют и будут готовы к употреблению. Вот так. Колбаска у нас вареная копченая получилась. Ну, вот, друзья, пришло время дегустации. Колбаска остыла. Конечно, я говорю, желательно до утра подождать, чтобы она совсем подсохла. Ну, продегустируем одну, попробуем. внутренняя структура, конечно, не самая у нас идеальная получилась в качестве красоты, но на вкус, поверьте мне, просто шикарно. Ребят, спустя сутки получилась вот такая вот великолепная колбаска. Выглядит ничуть не хуже, чем в магазине, но на вкус, я скажу вам, это просто совершенство и великолепие. Друзьям, знакомым давал пробовать, все в восторге. Просили добавочки. Давайте посмотрим на срезе. На срезе у нас, значит, структура проявилась, она довольно интересная, несмотря на то, что делали в мясорубочке. Режется колбаска очень легко. элементарно, да? Вот так вот. Кожица очищается тоже просто на ура. Вот. Вот так вот, ребят. Ну все, всем приятного аппетита, спасибо за просмотр, до встречи, подписывайтесь на канал, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!